всем привет и сегодня хотелось бы немножечко поговорить знаете о чем о продаже вега не в том плане что именно что продают вега а в том плане возможно ли что кому-то они будут продаваться кстати вкус в курской битве которая идет уже 7 дней до сих пор у меня вот висит вот такая информация и нет ни одной боевой задачи однако боевые задачи обычные пожалуйста все открывается работает все замечательно для прожета точно так же есть боевые задачи но в данный момент отсутствует а может быть их и не было здесь тоже какая-то непонятная штука в общем как-то работает данный клиент криво и косо но что хотелось бы все-таки отметить смотрите дорогие мои друзья на что все-таки наткнула меня некоторая информация звучащая непосредственно в ю тубе от нескольких интересных и всеми известных личностей все-таки вероятность все-таки я считаю что есть такая вероятность того что в скором времени наш не то что wargaming да да наши наш мир танков или полностью исчезнет либо просто-напросто он будет продан белорусскими товарищами нашими какую-то какому-то другому хозяину то есть я считаю что есть такая очень серьезная вероятность того что какая-то серьезная компания просто поглотит wargaming и все почему у меня такое мнение такие мысли почему я так вообще заговорил и об этом подумал на самом деле все довольно просто сейчас отъедем итак почему же все-таки меня посетила такая мысль как бы с одной стороны ничего себе да как это так 10 лет wargaming был у нас как бы лучшей игрой и тут вдруг с ним что-то может случиться может быть но он и вообще пропадет а может быть и на самом деле кому-то просто просто возьмет и продастся так вот мысли у меня следующее дело в том что посмотрев обзоры юши допустим дам в и некоторых других товарищей мысли я пришел к такому моменту такому мнению да да что простите я одновременно еще играю пытаюсь сосредоточиться на какой-то мысли обычно так не делают но все же сейчас даже немножечко сделают для себя потише чтобы все-таки не гораздо меньше меня что-то отвлекало и так вот смотрите как и не говорили блогеры эти наши вододелы интересные они говорили что постепенно из игры уходит большое количество людей ну просто вот они куда-то берут и уходят и что же делать то вот ведь реально если посмотреть да если кто посмотрит что было раньше прикольно на 4 х и пробил вот если посмотреть то что было раньше и когда в онлайне было и не знаю там до 700 тысяч 600 тысяч ну 500 тысяч на крайняк это было круто это было действительно интересно и все такое но посмотреть сколько всякого говна картошка устроила нам сколько всякого говна было по отношению к нашим премам на которые мы тратили свои деньги серьезные на которые ну собственно говоря из всего этого я делаю вывод ну что wargaming это чисто коммерческий проект не ну не то это это и так все понятно конечно кроме того но зарабатываем мы на этом деньги да мы вернее они зарабатывают деньги на этом они как бы от этого кайфуют получают удовольствие и да и смысл в том что кроме этого удовольствия вот мы получи больше ничего не получаем да а варгейминг естественно получает бабло это коммерческий проект раз это коммерческий проект а это реально конкретно изначально был созданный коммерческий проект значит это говорит о том блин еще глючит немножечко ой как мы хорошо играем здесь вообще шикарно вот это говорит о том что для них принцип это не то чтобы нам было кайфово принцип для них в том чтобы они зарабатывали на этом деньги и чем больше они заработают на этом денег тем для них естественно круче согласны и здесь им совсем не важно как и что но исходя из того что я допустим сейчас вижу и понимаю wargaming как бы он действительно на данный момент уже но теряет свою актуальность действительно количество людей она уменьшается очень сильно с каждым месяцем не знаю с каждым годом просто реально уменьшается и по идее ну хрен его знает как как вообще все это у них происходит но было 600 700 но как доходило иногда до миллиона в онлайне сейчас мы посмотрим сколько 270 на мой взгляд это конечно мало вот сейчас сейчас как вы ну не знаете не видите половина шестого вечера то есть уже все при покупке пришли со школы с институтов там с работы кто пришел кто просто вот дома вот сейчас 256 тысяч онлайн на ru регион понимаете это говорит вот лично для меня это говорит о том что народ все-таки потихонечку заебался и и как бы ну не хочет на это тратить время хотя вот лично я допустим до 8 лет там где сколько играю уже в эту игру трачу на это реально деньги немного но трачу там порядка 16 тысяч рублей я потратил на нее там на танки вот на эти которые у меня и как мне неприятно когда их нерфят я понимаю что все-таки варгейминг имеет право там написано там у него там что он имеет право при продаже там вернее после продажи этих танков хоть что уж угодно короче с ними делать с этими танками да но в любом случае совесть-то никто не отменял а в данном случае по ходу и и у них в любва вообще нет потому что вот это уже идет ну реальное кощунство скоро действительно вот этот защитник он станет не таким крутым но вообще не крутым станет станет говном я даже вот после месяца использования его через месяц уже увидел как его как его просто тупо занерфили не помню когда это точно было так вот исходя из этого я считаю первое варгейминг не имеет мыслей для новых мыслей для реализации и усовершенствования этого проекта то есть здесь в любом случае нужно вливание новой крови и в любом случае либо у них все равно если они продадут уж понимаете что это многомиллионный как бы бизнес да много миллионные подписчики многомиллионные клиенты вы же понимаете что непосредственно продав такой контент они заработают тоже громадные деньги это гораздо лучше чем сидеть на месте непонятно чего там что-то пыхтеть и в итоге люди уходят 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 то есть есть такое понятие как допустим на стареющий автомобиль да вот автомобиль вы купили новый он офигенный все на него смотрятся его хотят купить а через десять лет когда он уже так подышь подостерся машинка да она уже стоит не миллион рублей там не два с половиной миллиона рублей она стоит там ну 300 500 тысяч рублей и на нее уже никто не смотрит и ее уже никто не хочет и вот чтобы не остаться около разбитого корыта варгейминг на мой взгляд все равно смотрит и ищет покупать и если будет какое-то крутое какое-то предложение они продадут варгейминг вот чуйка стоп вот сто процентов подсказывает что это будет так или есть у них такие мысли потому что они сами видят отчетливо эту картину сколько было сколько ушло сколько пришло какие параллельные игры делают и сколько на этого бабла на это бабла тратят там ни хрена не приносит бабло здесь приносит но отсюда люди уходят потому что варгейминг просто перестал давать плюшки интересны какие-то легкие проекты вот сейчас я же говорю даже задачи поставил новые там для т-34 э экранированного но их нет у кого там еще их нет я не знаю я сегодня говорю им давайте сделаем да какая-то помощь есть чайте программку а программка не работает реально программка не работает и в итоге получается что я не могу ничего сделать платить за него я не буду а он мне нравится допустим т-34 по по своему ну по по натуре вообще да по дизайну там по стилистике мне хотелось бы иметь несмотря на то что это пятый уровень у меня так такого нет но мне хотелось бы иметь такой танк он интересный в плане дизайна а тут получается что я не могу это себе позволить нет 700 рублей это заплатить я могу конечно но на хера это мне делать я не хочу это не интересно тупо это не интересно и вот я не знаю как в данной ситуации варгейминг разрешит эту ситуацию а все вот вот остальные танки посмотрите сколько их нет чтобы как-то усовершенствовать эти танки выпускают какой-то новый танк там допустим они вот создали объект 705 а да ясен пень что его не пробьют там те же самые вот прожета не пробьет его в лобешник или еще что-то да вот ну я утрирую может прожета его пробить сюда допустим там куда-то в затылок там это понятно но все равно ну мы говорим допустим ну хотя бы какой там танк скорпион этот вот супер першинг допустим но это совершенно устаревшая день техника модернизируйте почему они этого не делают да потому что они заебались от этой игры на мой взгляд они уже от нее устали они столько сил на это положили и знаете уже вот на мой взгляд у них уже такое состояние когда дохуй на него хер на хер с этой игрой блять пусть нам предложат там 100 миллионов баксов мы ее продадим там или сколько и и все будем счастливы и все откроем какой нибудь другой там вариант ну может что-то выгорит там понимаете вот на мой взгляд вот что-то сейчас происходит вот такое такая тенденция есть вот чуйка у меня идет что вот так но конечно это не сейчас и но смотрите ни с того ни с сего люди начинают говорить о том что варгейминг умирает что уходят люди из него и они-то говорят это не просто так потому что количество людей ушло они говорят потому что это чуйка потому что они говорят может быть какая-то информация есть непосредственно из самого варгейминга но я считаю что они конечно эту информацию распространять никогда не будет эта секретная информация кроме тогда когда уже будет конкретно договоренность с той компанией которая будет поглощать непосредственно этот варгейминг но мне кажется вероятность очень высокая и я лично не знаю чем мне мне эта сделка их будет интересно полезно или наоборот я разочаруюсь полностью во всем потому что просто когда закроют и и все ну я имею ввиду игру да и вот те деньги которые здесь вложены они просто сгорят да я купил вот эту вот модель там т-34 или револьвера да они интересные но интересно когда много народу и когда какой-то ажиотаж а варгейминг не создает ничего вот в том то и дело что он карты обновил но это всего лишь карты мы на тех картах круто играли на мой взгляд с картами это был конечно шаг назад вот именно на мой взгляд лучше бы они сделали что-то другое ну и я бы хотел все таки может быть кто-то кто вхож непосредственно в варгейминг может быть кто-то поинтересовался этим вопросом но что-то у меня такая чуйка что это случится и случится довольно скоро ну вот примерно так ребят если вам было это интересно ставьте лайк подписывайтесь вдруг будут какие-то другие интересные мысли по этому вопросу естественно комментарии существуют пожалуйста пишите в комментарии ну и на этом все до новых встреч до следующей встречи друзья все пока